Всем привет! Этот урок посвящен тяжелому истребителю-бомбардировщику БФ-110Е2. Прототип БФ-110В был облетен 12 мая 1936 года. Серийное производство началось в 1938 году. С самого начала немцы связывали с этим самолетом большие надежды. Это должен был быть универсальный самолет. Многоцелевой тяжелый истребитель должен был выполнять следующие задачи. Глубокое проникновение в тыл противника для уничтожения его истребителей-перехватчиков перед подходом своих бомбардировочных формирований, сопровождение бомбардировщиков, перехват и уничтожение бомбардировщиков противника, выполнение задач по бомбардировке и штурмовке наземных целей, выполнение задач дальнего разведчика. Игровая модификация истребителя-бомбардировщика БФ-110Е2 появилась в 1942 году. Внешне она не отличалась от более ранних вариантов. Внутри усилили бронезащиту членов экипажа и увеличили прочность конструкции. Особенно сильно усилили стойки шасси, так как самолет нес увеличенную бомбовую нагрузку. Самолет имел два 12-цилиндровых V-образных перевернутых мотора DB-601А жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском. Мощность двигателя на форсированном режиме у земли составляла 1100 лошадиных сил. Моторная установка вследствие заднего положения лонжерона глубоко вдвинута в крыло, что позволило сильно укоротить моторные гондолы для увеличения бокового обзора летчика. Винты фирмы WDM трехлопастные, металлические, с постоянным числом оборотов диаметром 3,1 метр. Управление винтомоторной группой максимально автоматизировано. Фактически для изменения тяги двигателя используется только рут. Обороты винтов в качестве вытопливанного воздушной смеси и передаточное число нагнетателей не требуют ручного управления в полете. Воздушные винты имеют режим флюгирования по потоку. Флюгирование винта применяется для уменьшения сопротивления отращающего винта в случае выхода двигателя из строя. Воды и масло радиатора имеют ручное управление створками. Туннельные установки жидкостных радиаторов расположены под крыльями с внешних сторон мото-гондолы. Температура охлаждающей жидкости регулируется путем изменения площади выхода задней части туннеля. Воздушно-масляные сотовые радиаторы установлены в туннелях под капотами моторов. Управление радиаторами ступенчатое. Створки водорадиаторов имеют 9 фиксированных положений, а створки масла радиаторов имеют 5 фиксированных положений. На самолете установлены автоматические предкрылки. Они позволяют несколько увеличить критический угол атаки и сделать выходный режим сваливания более мягким. Привод закрылков гидравлический. Закрылки можно выпустить на любой угол до 50 градусов. Самолет имеет автоматический управляемый стабилизатор, угол установки которого зависит от угла выпуска закрылков. Рули высоты, направления имеют триммер. Триммер руля высоты в кабине пилота имеет шкалу и может выставляться в любое положение от 100 до минус 100. Хвостовое колесо не убирающееся и свободно ориентируемое. Стопора не имеет. В связи с этим при движении по ВПП с большой скоростью на взлете или посадке следует уверенно и аккуратно работать педалями, своевременно парируя стремление самолета к развороту. Самолет имеет раздельное управление гидравлическими тормозами левого и правого колес шасси. Торможение каждого колеса осуществляется нажатием на верхнюю часть соответствующей педали. Для уменьшения разворачивающего момента самолета воздушным потоком от винтов при рулении по земле следует использовать разнотяг двигателей. Левому двигателю рекомендуется давать тягу на 20% больше, чем правому. Для этого нужно зайти в настройки и назначить клавишу на выбор всех двигателей. Перед началом руления зажимаем тормоза, выбираем первый двигатель, нажав клавишу 1, добавляем 20% тяги и обратно выбираем все двигатели, нажав назначенную клавишу. После руления обязательно уравниваем тягу тем же способом и взлетаем. Также можно переключаться в ручное управление шагом винта и использовать винты на минимальном шаге. Фонарь кабины полностью остеклен. Перед взлетом фонарь кабины необходимо закрывать, так как его конструкция не позволяет совершать полет в открытом положении. Запас горючего помещается в четырех протектированных бензобаках, расположенных в крыле, между фюзеляжем и мотогондолами. Общая емкость баков 1270 литров. Каждый бензобак снужен электробензопомпой, расположенной в верхней части бака. Электробензопомпы резервные баки служат только для перекачки бензина в главные баки, а электробензопомпы главных баков предназначены для подачи бензина к мотору во время полета на высотах от 5000 метров и выше. Самолет оснащен топливомером, который показывает остаток топлива в одном из четырех баков, в зависимости от положения переключателя. В игре переключатель индикации остатка топлива переключается каждые 10 секунд при прямолинейном горизонтальном полете. Также есть сигнальные лампы малого остатка топлива, когда 50 литров у нас остается, загорается красная лампа. Вооружение самолета состоит из четырех курсовых пулеметов МГ-17 калибра 7,92 мм, скорострельностью 1200 выстрелов в минуту, имеется 1000 патронов на каждый ствол. Курсовые две пушки МГ-ФФ имеют по 180 снарядов на ствол и имеют скорострельность 540 выстрелов в минуту. 306 снарядов разбиты на три магазина. Когда первый заканчивается, нужно выполнить перезарядку. В кабине есть счетчик, показывающий остаток снарядов в пушках. Когда снаряды в ленте закончились, красные лампы будут выключены. После перезарядки лампы зажигаются и сигнализируют о готовности оружия к стрельбе. Также есть сигнальные лампы для пулеметов в верхней левой части панели. Пулеметы не требуют перезарядки и после окончания патронов красные лампы гаснут. Задний стрелок-радист использует пулемет МГ-15 калибра 7,92 мм. Скорострельность 1000 выстрелов в минуту, 825 патронов имеет. Чтобы взять управление задним пулеметом, мы переключаемся на стрелка клавиши Ctrl-C. Чтобы взять пулемет, нужно нажать клавишу T. Чтобы прильнуть прицелу, нажать клавишу Shift-T. Для возвращения на место пилота нужно еще раз нажать клавишу Ctrl-C. Бомбовое вооружение состоит из 12 55-килограммовых отковочных фугасных авиабомб СЦ-50, 2 249-килограммовых СЦ-250, 2 500-килограммовых СЦ-500 и 1090-килограммовый СЦ-1000. Есть разные варианты боевой загрузки. Большие бомбы всегда крепятся под фюзеляжем, а малые под крыльями. На самолете установлен электросбрасыватель подвесного оружия, который позволяет выбирать точки подвески, с которых будет произведен сброс, крылевые или под фюзеляжные, а также количество бомб, которые будут сброшены с выбранной точки, одна или там несколько. Двигатель имеет 4 режима оборотов. Первый – это номинальный, 2200 оборотов и 1.15 АТА. На таком режиме можно летать в неограниченное время. Второй – это боевой, 2300 оборотов в минуту при 1.23 АТА. На таком режиме можно летать 30 минут. Третий – это чрезвычайный, имеет 2400 оборотов в минуту, а 1.3 АТА. Работа на таком режиме ограничена 5 минутами. И четвертый – форсированный режим, имеет 2400 оборотов при 1.4 АТА. Имеет ограничение в 1 минуту. Полетав на Су-10, я пришел к выводу, что вполне достаточно выдерживать режимы полета, не прибегая к ключному управлению. Это не нужно. Техночат все прекрасно показывает. Остается лишь удерживать временные рамки режимов, а на силу двигателя на Су-10 я лично смысла не вижу. Самолет хорошо летит даже на продолжительном режиме с полной боевой загрузкой. Предельная скорость пикирования составляет 740 км в час. Можно разогнаться немного больше, но, как вы видите в этом видео, это чревато отрывом элерону. Поэтому свыше 760 км в час лучше не разгоняться. Если за вами будет пикировать И-16, то он все равно вас не догонит, если даже скорость будет 740 км в час. А если лак или як, то вы все равно не уйдете от них, даже разогнавшись до 770 км в час. Поэтому смысла никакого нету рисковать элеронами. Просто разгоняйте 740-760 максимум. Бывают ситуации, когда один из двигателей получает повреждения. В таких случаях рекомендуется выбрать нужный двигатель, сбавить тягу до 0,9 АТА, выставить 1500-1600 оборотов и прикрыть радиаторы до 10-20% для меньшего сопротивления. В таком режиме идем домой. Если двигатель отказывает и останавливается, выбираем его и закрываем на нем радиаторы. И также флюгируем винт. То есть у вас должна быть назначена клавиша, которая флюгирует винт. Флюгируем винт. Лопасть винта встанет на большой шаг и от нее будет минимальное сопротивление воздуха. Мы выигрываем немного в скорости. Второй двигатель берегите. Примерно на тяге 65%, это продолжительный режим, можно легко лететь и довезти машину домой на филд. Для этого встаем на курс и включаем автомат горизонта. Все, идем в таком режиме домой. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас давайте посмотрим тест с разгоном против И-16, так как это единственный истребитель, от которого может уйти сто десятка. Для теста я взял свою десятку с бомбами-пятисотками и полтинниками, после чего сбросил их, и остались одни бомбодержатели, которые уменьшают скорость на 5-10 км в час. Выдерживая скорость 300 км в час, И-16 подходит на 100 метров, и после уравнивания скоростей по команде мы даем полный форсаж. Стоит десятка очень долго, разгоняется, и И-16 спокойно уходит от нее. Из чего можно сделать вывод, что при равных скоростях сто десятка не сможет уйти от И-16, даже если расстояние до противника будет 300 метров. Но, если сто десятка имеет хорошую скорость, то И-шечку будет очень сложно ее догнать. Если истребительствовать на 110-ке, то это, конечно, можно делать, например, на севере Тау, в самом начале войны, когда у красной стороны только И-16 массовый истребитель. Летая на энергии, можно вести бои как у земли, так и на большой высоте, особенно группой. Можно также перехватывать бомбардировщики противника. Самолет очень интересный, имеет мощное вооружение и может легко сбить Пе-2. Думаю, многим он понравится. Сейчас давайте разберем бомбометание. Конечно, здесь нужны тренировки, чтобы понять, как держать самолет и в какое время делать сброс. Я не супер-бомбер, но со сбросом бомб у меня не было проблем ни на одном самолете. Мой принцип сбрасывания прост. Я пикирую на цель, держа прицел под целью. Подлетаю к ней и начинаю выводить самолет. Прицел начинает уходить вверх, а цель уходит под капот. Как только она ушла под капот, я делаю сброс. Здесь хочу заметить такой нюанс. Дело в том, что, например, 110-ка очень большая, и на ней приходится уводить цель под капот чуть больше времени, чем на истребителе. Также хочу обратить внимание на загрузку бомб. Если взять загрузку 2 по 500 и 4 бомбы по 50, то, бросая 500-ки, вы должны держать цель четко по центру прицела, так как 500-ки находятся у вас под брюхом. А потом вы будете кидать под крылевые полтинники, и прицел нужно выдерживать по заданному крылу сброса. Сброс полтинников идет с левого крыла на правое. Значит, сбрасывая первый полтинник с левого крыла, вы должны удерживать центр прицела правее цели, если вы будете держать прицел по центру, вы не сможете попасть точно в цель. Бомба ляжет рядом с целью. Сейчас вы смотрите мою запись бомбометания. Также я выложу трек в описании к уроку. Вы можете подробно его рассмотреть и по этим записям понять момент сброса бомбы, а затем потренироваться на полигоне, который также вы можете скачать в описании к уроку. На полигоне вы можете тренировать штурмовку и бомбометание в пикировании на разных штурмах и бомберах. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok